Десять часов в столице Казахстана, в эфире утренний информационный выпуск в студии Лунара Бегбусинова. Я Растан Балтин, мы начинаем. Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Казахстане. Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил, необходимо изучить рациональное использование денег для строительства дамп, объектов водоотведения, а также углубления русел рек. Также будет продолжен мониторинг цен на продукты питания и других предметов первой необходимости в подтопленных районах. Напомню, на устроение последствий половодия по поручению президента выделено свыше 140 миллиардов тенге. Органами по финмониторингу в городе Алматы, Актюбинской, Казахстанской областях, а также Лутау возбуждено 4 уголовных дела по признакам хищения. Пять лиц, признанных подозреваемыми, общая сумма ущерба превысила на сегодняшний день более 1 миллиарда тенге. Обеспечьте качественное расследование, дайте оценку, куда ушли деньги, предназначенные для строительства гидросооружений. О поводковой ситуации в северо-казахстанской области поговорим прямо сейчас с главным специалистом группы по связям с общественностью департамента ПЧС области Евгением Журавлевым. Евгений Николаевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, текущий уровень воды в водохранилище в реке несет угрозу? На данный момент я скажу, что в Сергейском водохранилище заполнено на 168%, процент уменьшился на 1%. Перелив через гребень плотины данного гидротехнического сооружения составил 3 метра 56 сантиметров. Наблюдается снижение на 4 сантиметра за сутки. То есть вода заполняет пойму, вода второй волны паводка заполняет пойму реки Есиль. Отмечено повышение уровня воды в Есильском и Казалжарском районах, но оно не превышает, так сказать, наши расчеты. То есть за сутки в районе на гидропосту села Покровка уровень воды увеличился в реке Есиль на 13 сантиметров, в Новонекольском на 12 сантиметров. То есть ожидаемо. Здесь ничего, в принципе, такого кризисного нет, новых подтоплений не зафиксировано. В Петропавловске идет спад первой волны. Отмечено снижение на 10 сантиметров за сутки. В селе Далматово, это на границе с Российской Федерацией, этот показатель снизился на 6 сантиметров. То есть мы не прогнозируем, что эта вторая волна окажет существенное влияние, и, во всяком случае, по масштабам с первой волны она не сравнится. Напомню, что будет она меньше по уровню воды? Да, она будет меньше по уровню, и, в общем-то, таких нам проблем не создаст. А вы сказали, что с граничащими районами, получается, с граничащими с нами регионами России, вот у них обстановку мы сейчас видели и проговариваем ежечасно у нас в эфире. Как это отразится? Какие прогнозы делают специалисты? В Петропавловске это отразится? Прогноз такого, да, там будет увеличение. Я не хочу сказать, не могу сказать, сколько именно. Все-таки я не специалист гидромета. Но, тем не менее, конечно, они ощутят на себя повышение воды первого уровня поводка, потом еще придет второй. Но, в общем-то, мы не можем здесь сказать конкретно, какие масштабы будут там. Евгений Николаевич, давайте поговорим о том... Все-таки больше ориентируемся на свои прогнозы именно на территории Североказахстанской области. Евгений Николаевич, давайте... Сейчас я могу сказать, что в данный момент подтопленными остаются по области 3222. Об эвакуационных пунктах давайте поговорим. Сколько сейчас там человек находится? Что с их домами? И уровень воды в них идет ли на спад или нет? Первый вопрос. В эвакуационных пунктах размещено 906 человек, из них 159 детей. Они размещены в населенных пунктах вдоль реки Есиль, то есть в тех же населенных пунктах, которые или пострадали, или находятся рядом села. Вот обычно это в школах. 13 эвакуационных пунктов. И в областном центре из них 5. То есть я уже говорил, что, значит, они находятся в нашем эвакуационном пункте в Петропавловске, расположены в колледжах, в общежитиях колледжей, и там достаточно хорошие условия для, в общем-то, проживания. Отдельно хочется сказать о пострадавших от паводка микрорайонах Кожзавод, микрорайонах Подгора, поселках Кожевины и Заречный. И здесь нужно сказать, что Аким области Гавистов-Вахамбетов поручил сформировать 100 механизированных бригад. Какая их цель? Это снос аварийного жилья, ремонт уже пострадавшего жилья и строительство новых домов в этих микрорайонах, в этих населенных пунктах. Это должно быть сделано в краткие сроки. Эту работу глава региона поручил провести также с участием районных подразделений, то есть районов области. То есть будет определенное закрепление. И чтобы люди меньше ощутили на себя последствия паводков. Сейчас я хочу сказать, что мы получили передвижные насосные станции большой мощности. Одна такая станция может перекачать 1800 кубических метров в 1 час. Замечу, они все казахстанского производства. И они сейчас монтируются в районе под горы. То есть в ближайшее время мы уже начнем откачку воды. И люди наглядно увидят мощь этих станций. И вода будет постепенно откачиваться. В общем-то, я думаю, вторая волна паводка не окажет влияния. И больше такого не повторится, как у нас было с первого года. Евгений Николаевич, а куда происходит откачка воды? Вот вы сказали, что будет откачиваться. Также в реку Есиль. Даже. Ну, риск повышения уровня реки Есиль также под контролем. Скорее всего, да, есть прогнозы, есть предварительная проделанная работа, чтобы не допустить перелива. Да, Евгений Николаевич? Да, да. Да. Это все так. То есть мы не ощутим на себе вторую волну паводка, такую большую, чтобы можно было ждать опять перелива. Ведь подбера, она находится как бы в такой котловине. И сейчас вот эту воду, которая там оказалась в результате первой волны, мы будем откачивать опять в реку Есиль. Будут проложены рукавные линии, в общем-то, и вся мощь нашей техники будет обеспечена вот на этом. Спасибо. С нами на связи был Евгений Журавлев, главный специалист группы по связям со общественностью Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области. А мы продолжаем. Сложная паводковая ситуация сохраняется и в Западно-Казахстанской области. Там свыше 500 военнослужащих и спасателей перебросили в регион для защиты Уральска от половодия. Противопаводковые защитные сооружения. По периметру города накануне осмотрел вице-премьер Ханат Базумбаев. Он поручил поднять земляные дамбы вдоль рек в зоне риска затопления еще на несколько метров, так как есть опасения, что пик половодия может затянуться. Накануне в реке Урал зафиксировали превышение критической отметки уровня воды в 8,5 метров, из-за чего затопило дачные массивы, расположенные в пойме реки. Вода также подступила к жилым микрорайонам. Сейчас в ночное время продолжается мониторинг подтопленных зон. В селе Бударин спасатели пришли на помощь тонущим лошадям и вытащили животных на сушу в безопасное место. Продолжаем говорить о ситуации в западном Казахстане. Устье Урала-Каспийского канала продолжает углублять в Атыраусской области. Планируется, что глубина участка водотока будет увеличена с 50 сантиметров до полутора метров, а ширина до 20 метров. Во время паводковой ситуации эти меры должны способствовать эффективному отведению большой воды из канала в море. В областном Акимате говорят, что дноуглубительные работы изначально были запланированы еще на август, поскольку пусть реки Урал обмелела и забилась, и это негативно сказывалось на судоходстве. Но чтобы предотвратить наводнение, эти работы начали проводить заранее. Дноуглубительные работы будут продолжаться до тех пор, пока не придет большая вода. Мы уже выполнили проектно-сметную документацию по заказу Департамента строительства, архитектуры и градостроительства Атравской области. Проект финансировался из республиканского бюджета. Основание канала составляет 56 километров. По проекту работы должны охватить более 13,5 километров. Ширина должна быть 40 метров, а глубина 3 метра. Из-за угрозы паводков нам пришлось начать работы как можно скорее. 55 тонн гуманитарного груза отправили казахи Омска жителям Петропавловска. Это 22 грузовика с вещами первой необходимости, водой и продуктами. Наша коллега Дана Нуржан расскажет подробнее. Омск и Петропавловск – города-побратимы. Жители всегда поддерживали тесные связи, поэтому оставить пострадавших в беде омичи не смогли. Петропавловск из-за паводков оказался отрезанным от других регионов Казахстана. Единственная дорога, которая осталась незатопленной на данный момент – Омская трасса. В каждой отправке у нас самое главное – это питьевая вода, это резиновые сапоги, болотные сапоги, которые вместе с каминезонами идут. Это мотопомпы, это электронасосы, мешки. С каждым грузом порядка по 2-3 тысячи мешков мы отправляем. Продукты питания, средства личной гигиены. Принимают также спасательные жилеты и лодки, фонари на батарейках, одеяло и пледы, генераторы и насосы для воды. Все то, что сейчас жизненно необходимо для пострадавших в зоне паводков. Гуманитарную помощь для Петропавловска жители Омска приносят в 4 местные мечети и в общественные организации города. Конечно, мы откликнулись. Все, кого знал, своих друзей, кто с Казахстана, русские, нерусские – это не важно. Важно то, что нужно помогать друг другу. Сегодня у нас проблема, завтра у них проблема или наоборот. Это не важно. Призываю всех помогать, откликаться. В общей сложности Омичи отправили в Казахстан 55 тонн гуманитарной помощи на 22 машинах. Все водители откликнулись безвозмездно ради благого дела. Дана Нуржан, Шахзот Гомиров, Россия, 24КЗ. Сложной остается паводковой ситуацией в Тюменской области России. Уровень воды в реке Ишин достиг критической отметки почти в 11 метров. Это рекордный показатель за последние 77 лет. Сейчас большая вода стремительно надвигается на Аббатские и Упоровские районы. Жители муниципалитетов эвакуировали. Пик паводка здесь ожидают ближайшие три дня. В регионе уже две недели сохраняется режим ЧАЭС. Тем временем 4 человека погибли из-за наводнений в провинции Гуанду на юге Китая. Пропавшими безвести исчислятся 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Эвакуировали 110 тысяч человек. Без света остались больше миллиона домохозяйств. Тысячи школ закрыты. Правительство Китая выпустило экстренное предупреждение и принимает необходимые меры для защиты 127 миллионов местных жителей. В некоторые отдаленные деревни вертолетами была доставлена экстренная помощь. Из-за проливных дождей уровень воды в нескольких реках провинции Гуандунь достиг рекордных значений за последние 50 лет. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода сохранится. Мы продолжим следить за темой паводков. Между тем, в некоторых регионах страны уже готовятся к началу посевной. Срок весеннеполевые работы планируют начать в Акмолинской области. Об этом заявили в управлении сельского хозяйства региона. По данным ведомства, сложная паводковая ситуация и разлив талых вод не причинит вреда местным хозяйствам. В этом году аграрии намерены освоить почти 5 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них большую часть займут зерновые культуры. Сейчас регион обеспечили льготным дизельным топливом в объеме 80 тысяч тонн. Уже определены 17 операторов по поставке горюче-смазочных материалов. Удалось решить вопросы и с семенным фондом. Посевной компанией хлеборобы подготовили свыше 530 тысяч тонн семян. Никакого, так скажем, на сегодняшний день сигнала от сельхозторопроизводителей, что они какие-то площади не будут засевать из-за того, что их, значит, затопило или залило, значит, водой их площади пашни, так скажем, их нет. Поэтому я еще раз просто говорю, что для весеннеполевых работ никаких преград именно от паводков не имеется. Единственное, нужно дорожное полотно, как я уже говорил, восстанавливать в кратчайшие сроки, делать доступ для техники, чтобы техника могла перебраться на свои, так скажем, поля. Севы, люцерны, пшеницы, ячменя и сафлора завершили. В Казлардинской области аграрии готовятся к посевной риса. Главная сельхозкультура региона в этом году займет почти 84 тысячи гектаров. Это на 5 тысяч гектаров меньше, чем в минувший агросезон. Основная причина сокращения рисовых плантаций – дефицит поливной воды. Тему продолжит наша коллега Райхан Тажбаева. Агросезон только начинается, но уже сейчас, понятно, дефицит поливной воды остается насущной проблемой. В прошлом году ее лимит для области составил 4 миллиарда 200 миллионов кубометра. Объем покрыл потребность лишь на 57%. В этом году, говорят специалисты, воды будет еще меньше. С участием министра водных ресурсов пяти государств и международных организаций было проведено заседание Координационной комиссии по водному хозяйству. Установлен лимит для Шардаринского водохранилища. В этом году он составит 3 миллиарда 692 миллиона кубометров воды. Объем меньше прошлогоднего. Общая площадь пахотных земель в регионе – 187 тысяч гектаров. Почти 84 тысячи из них займет рис. Чтобы снизить дефицит воды, хозяйство выравнивает участки лазерным планировщикам. При необходимости будут использованы сбросные воды с рисовых чеков. В рисоводстве, как показывает практика, технологии капельного орошения и дождевания неприменимы. Единственный опыт экономии воды – лазерное шлифование полей. В этом году мы выровняли больше 50 тысяч гектаров. В планах довести этот показатель до 100%. Такая технология снизит затраты воды на 20%, а производительность повысит на 30%. Продуктивность посевов зависит и от других факторов – сорта, качества семян и удобрений. В числе последних агроном хозяйства Хайрату Налбай использует биодобавки отечественных производителей. Обогащенные семена, говорит, обеспечивают стопроцентные всходы. При поддержке государства купили необходимую технику. Практикуем новые разработки ученых. К примеру, биодобавки. Преимуществ у них много. Обработанным семенам не страшны вредители. Укрепляется и корневая система, что позволяет растению получать дополнительное питание. Наличие витаминов способствует повышению иммунитета к разным заболеваниям. К слову, на проведение весеннеполевых работ в этом году регион потратил свыше 26 миллиардов тенге. В порядок привели сельхозтехнику, решили вопрос ГСМ. Посевная у рисоводов начнется буквально через пару дней. Райхан Тажибаева, Нуржам Музарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Козлардинская область, 24 Кизет. А почти на 4000 гектаров увеличатся посевы сахарной свеклы в области ЖТСУ. В этом сезоне общая площадь культуры составит 1500 гектаров. Сейчас здесь полным ходом идет посевная. В помощь аграриям через местную социально-предпринимательскую корпорацию купили почти 30 сейлок точечного высева. И наш корреспондент Гульнар Жантасов расскажет подробнее. На эти поля свекловод Ренат Адиспаев возлагает большие надежды. Сеют в этом году новые поколения семян сахарной свеклы. Вместе с ними идут и микрогранулы, обогащенные необходимыми элементами для хорошей всхожести посевов. В прошлом году предприятие перешло на технологию дождевального полива. Рентабельность сахарной свеклы очень высокая. На данный момент где-то порядка 100-120-150%. В прошлом году мы экспериментально посадили под дождевальными машинами 24 гектара сахарной свеклы в связи с тем, что в весенний период был град и был мороз. У нас было всего порядка 60% остаток сходов. Но при этом мы получили 60%. Если бы сходы были 100%, мы получили порядка 120. За 12 лет возделывания культуры новые технологии осваивает Исид Мухамбет Даутов. В этом году на его полях посев ведется сиелками нового поколения. Значит и урожай будет соответствующим, говорит земледелец. Все больше хозяйств нашего района обеспечивают передовой техникой. На 50% субсидируют и приобретение семян, минеральных удобрений. Это все хорошее подспорье. Теперь, если бы помогли в приобретении новых культиваторов для обработки почвы, ежегодно мы получали бы хорошие урожаи сахарной свеклы. Все хозяйства на сегодняшний день обеспечены семянным материалом. Достаточно имеется количество горюче-смазочного материала. Кроме того, в области мы оказали огромную поддержку. Через СПК ЖИТОСУ выделены 2,5 миллиарда тенге. Приобретены 28 сиелок. Будут также приобретаться 20 комбайнов и 19 ботоводоводоводителей. Урожай у аграриев будут принимать два сахарных завода. Благодаря налаженной переработке, с каждым годом посевы сладкого корня в области ЖИТОСУ растут. В этом сезоне они увеличились на 3,5 тысячи гектаров. По прогнозам, общий вал составит 470 тысяч тонн сахарной свеклы. Гульнар Жантасов, Ужас Двойбусынов, 24КИЗ, область ЖИТОСУ. Казахстанские фермеры стали вдвое больше страховать свой скот. По итогам прошлого года, под защитой полиса оказалось выше 4 миллионов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Ассоциации Агрострахования. А вот больше сотни договоров добровольно заключили казахстанские фермеры со страховыми компаниями. Какую сумму предпринимателя внесли на счет страховщиков, подробности расскажет наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. В рубрике «Первая цифра». Сабина, ждем подробностей. О каких цифрах все-таки идет речь? Больше 60 миллионов тенге перевели фермеры на счета страховых компаний. Остальные почти 242 миллиона субсидировало государство. В чем особенности казахстанской системы агрострахования? Все подробности далее в обзоре. Буквально 4 года назад в Казахстане запустили обновленную программу агрострахования. Система претерпела изменения. Появились мультирысковые страховые полисы. Фермерам предлагают 8 продуктов в сфере сельского хозяйства по двум направлениям. Растениеводство и животноводство. Аграрии могут застраховать посевы от засухи или переизбытка влаги. Что касается скота, то если раньше его страховали как имущество и выплаты можно было получить лишь в случае кражи или гибели животных, то сейчас оформляются полисы, которые защищают сельскохозяйственных животных не только от таких рисков, но также от разных заболеваний, пожара, несчастных случаев и стихийных бедствий. У нас есть клиент, 91 голов у нас пострадало, в среднем где-то на 40 миллионов идет выплата. Сейчас страховой случай у нас зафиксирован, мы сейчас ожидаем подтверждающие документы. Как только предоставят на подтверждающие документы, через месяц мы осуществляем выплаты. Фермер взял в кредит, через аграрно-кредитную корпорацию скот, соответственно из-за того, что были паводки, то есть практически половина скота утанола просто. Заключая договор, нужно оплатить лишь 20% от суммы страховой премии. Оставшуюся часть вносит государство. Что касается скота, то застраховать его можно в местности своего хозяйства, а также на территории соседних пастбищ в радиусе 5 километров. Тарифы варьируются примерно от 2 до 10% от общей суммы контракта. Например, если фермер хочет застраховать 100 голов крупнорогатого скота, то ему нужно внести на счет страховщика около 150 тысяч тенге. Это при расчете, если средняя стоимость головы полмиллиона. Если в течение года животные пострадают или погибнут вследствие болезни стихийного бедствия, то страховая компания выплатит предпринимателю около 50 миллионов тенге. Мы сейчас тоже активно предоставляем информацию касательно страхования животноводства, потому что с учетом того, что были паводки, наводнения, очень много животных пострадало. А именно паводки, наводнения, это является страховым случаем. Условно, например, в этом году по результатам интернета, что 8 тысяч голов пострадало. Государство, конечно, сейчас будет это все возмещать. Но если бы, например, фермеры сами бы застраховались, страховые компании бы выплатили, возместили бы ущерб. По данным Ассоциации агрострахования, в этом году фермеры застраховали больше 700 тысяч животных и внесли за них почти 36 миллионов тенге. Государство в виде субсидий покрыло свыше 130 миллионов. Ответственнее к этому вопросу подходят фермеры ЗКО, а также Актюбинской и Павлодарской областей. Также чаще всего аграрии страхуют посевы от сильной засухи или переизбытка влаги. По итогам прошлого года полис оформили больше 140 фермеров. Под защитой оказалось почти 300 тысяч гектаров полей. Страховым компаниям перечислили свыше 300 миллионов тенге. Однако погода внесла свои коррективы, метеоусловия были неблагоприятными, поэтому страховщики в качестве компенсации выплатили растения и водам около 4 миллиардов тенге. Более серьезно к этому вопросу отнеслись хозяйства СКО, а также Акмолинской и Павлодарской областей. Также в профильной ассоциации рассказали, почему все-таки не все аграрии стремятся страховать свой бизнес. И в завершении информации с Казахстанской фондовой биржи, по итогам последних вечерних торгов, курс доллара составил 445 тенге 66 иинов, евро 475.25, рубль 4.77. Коллеги, на этом у меня все. Благодарим за информацию, Сабин. Спасибо. Бангкок в эти дни центр протяжения внешнеполитических ведомств разных стран. Позади меня штаб-квартира экономической социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН. Сюда съехались представители больше 60 государств, в том числе делегации из Казахстана. К слову, наша страна вошла в состав ИСКАТа еще в 1992 году. Говорят сегодня о глобальных проблемах, о последствиях изменения климата, его влиянии на развитие всех отраслей экономики. Для сохранения экологии нужно объединяться и внедрять цифровые инновации, вывод к которому пришли участники сессии. Однако эти сферы в странах Азии и Тихого океана развиваются неравномерно. Ну а Казахстан, в свою очередь, лидер по предоставлению онлайн-услуг в СНГ и занимает восьмое место во всем мире. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные и машины обучения, меняют правила игры практически во всех отраслях, от сельского хозяйства до финансов. Президент Касымжо Мартукаев стремится превратить нашу страну в центр информационных технологий. Для нас технологическое развитие – это не сама цель, а эффективное средство улучшения жизни граждан и делового климата. К слову, сегодня 90% государственных услуг жители нашей страны могут получать, не выходя из дома в электронном формате. Этими и другими достижениями в области цифровизации Казахстан поделился с участниками сессии. Большой интерес у зарубежных коллег вызвали с запуской работы электронного правительства. Длина Иската ценит экспертизу Казахстана в сфере цифровых технологий. Мы восхищены изобретательностью казахстанских предпринимателей, особенно молодых стартаперов. У них достаточно практичные цифровые решения. Я думаю, они помогут достичь цели устойчивого развития. Даже сегодня мы показали в рамках сайта ивента, в рамках выставки и стенда наши наработки о том, как мы оцифровали государственные услуги, как мы применяем космический мониторинг для выявления различных отходов сельскохозяйственных земель. Это все очень актуально для стран Юго-Восточной Азии, потому что многие из них являются как раз таки сельскохозяйственными странами. Также показали продукт наш «Цифровая карта семьи», где мы используем данные во благо социального повышения уровня благосостояния семей. Уже в сентябре текущего года в Истании состоится первая в истории цифровая конференция, участники которой рассмотрят внедрение диджитал-технологии. Соответствующее соглашение подписали представитель цифрового министерства Казахстана и председатель ЭСКАТа по итогу первого дня мероприятия. Там же обсудят вопрос открытия Центра цифровых решений ООН в Алматы. Гульдана Халиена, Артур Горшняков, 24КЗ, из Бангкока. На 50% по сравнению с прошлым годом сократится производство зерна в Европе из-за засушливой погоды. Прогноз опубликовали в журнале National Geographic. Аналитики оценили засуху в регионе как одну из самых сильных за последние пять столетий. К эфиру присоединяется наша коллега, международный обозреватель Жанна Хасаинова. Жанна, чем все-таки чревата такая погода? Коллеги, засуха напрямую влияет на продовольственную безопасность во всем мире. В последние годы засуха приносит сельскому хозяйству убытки в размере 37 миллиардов долларов. Обо всем подробнее расскажу в обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В особенности пресной питьевой воды является одной из глобальных проблем современности. Нехватка ресурса стала заметна на всех континентах, где занимаются сельским хозяйством. На его долю приходится 72% мирового забора пресной воды. Это самый высокий показатель среди всех секторов. Китайские ученые прогнозируют, в условиях изменения климата к 2050 году на 84% пахотных земель мира будет не хватать воды. А потеря водоснабжения приведет к снижению плодородия земель на 60%. Последний раз такую засуху в Африке помнят в 1947 году. Это ненормальное обстоятельство. Оно значительно влияет на сельскохозяйственное производство. Эль-Ниньо очень сильно влияет на урожайность. Сложившуюся ситуацию усугубляют учащающиеся и повторяющиеся экстремальные погодные явления. В особенности засухи и наводнения. Они создают нагрузку на экосистему и приводят к катастрофическим последствиям для глобальной продовольственной безопасности. Например, в американском штате Вермонт сотни ферм все еще восстанавливаются после мощнейшего наводнения в июле прошлого года. Потоки воды не только уничтожили весь урожай, но и оставили после себя тонны песка и ила. Эти компоненты делают почву непригодной для засева в этом сезоне. Из-за суровой погоды, включая наводнения и продолжительные дожди, мы потеряли тонны урожая. Убытки ошеломляют и исчисляются миллиардами долларов. Мусор и сгнивший прошлогодний урожай все еще остаются на полях, потому что затяжная стихия не оставила фермерам времени подготовиться к этому вегетационному периоду. Тем временем в Зимбабве засушливая погода лишила людей больше миллиона гектаров кукурузы. Африканская страна вынуждена импортировать зерно из других стран. По словам экономистов, проблема усугубляет инфляцию и вынуждает людей переплачивать за продукт. Спрос огромен и, следовательно, цены имеют тенденцию расти. Засуха, по нашим оценкам, потребует от нас импорта больше миллиона тонн кукурузы для потребления людьми и пропитания для скота. Правительства многих стран стараются не только смягчить влияние погодных условий на урожай, но и параллельно адаптироваться к явлениям, которые становятся новой нормой. В Ираке ученый по совместительству фермер изобрел необычный метод введения сельского хозяйства. Он позволяет использовать только 10% от обычного потребления воды. Секрет кроется в системе круговорота ресурса и почве, которую он использует. Мы используем тип почвы, состоящий из кремнезема. Он часто встречается в Ираке и удерживает влагу. Система выстроена таким образом, что вода поливает растения, а затем возвращается обратно в бассейны. Затем ее стерилизуют, обогащают минералами и используют повторно. Одну и ту же воду используют в течение полугода. Глобальное потепление вынудило и сами растения приспосабливаться к засушливой погоде. К такому выводу пришли ученые из Натингемского университета Великобритании. Чтобы выжить, они реагируют на концентрацию и местонахождение влаги в почве. В засушливое время останавливают ветвление корней и пускают их глубже в грунт. А также закрывают поры листьев, чтобы сократить испарение влаги. Такое явление обнаружили у всех цветковых растений, в том числе у крест-салата, пшеницы, кукурузы, ничменя и помидоров. В процессе эволюции некоторые виды приобрели еще более эффективные механизмы выживания во время засухи. Например, белая полынь сбрасывает листья и переходит в состояние покоя. Когда становится слишком жарко. Коллеги, ну если растения научились адаптироваться к засушливой погоде, будем надеяться, что и люди в этом году, несмотря на жаркую погоду, по прогнозам синоптиков, научатся правильно приспосабливаться к погодным условиям. Носить с собой зонтики нужно вовремя. Спасибо. Другого выхода и нет. Спасибо, Жанна. Это была рубрика «Контур мира» и наша коллега Жанна Хусейнова. А вот страны Евросоюза согласовали новые санкции против Ирана в ответ на недавние обстрелы Израиля. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелли. Ограничения коснутся экспорта компонентов, которые Иран использует в производстве беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Страна, как сообщает Евроньюз, обладает крупнейшим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. Больше трех тысяч снарядов с радиусом действия до двух тысяч километров. Санкции вступят в силу после формального оформления решения Совета ЕС. Северная Корея провела первые тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В маневрах были задействованы реактивные системы залпового огня калибра 600 миллиметров. Тестовые снаряды запускали на острове на расстоянии 352 километра. Ходом учения руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, учения стали предупреждением для врагов, предпринимающих конфронтационные военные действия против Северной Кореи. А мы напоминаем, последствия паводков крупномасштабные, отмечают в МЧС страны. Подтопленными остается 5 тысяч жилых домов и почти 18 тысяч дач. Тем не менее, в трех районах сегодня уже сняты режим МЧС. Ситуацию с паводками сегодня обсуждают на заседании правительства. С нами на прямой связи корреспондент Батагос Базарбаева. Итак, Батагос, в каких районах обстановка все еще остается сложной? Приветствую коллеги. Ликвидация паводков сейчас продолжается в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Атраусской областях на Западе. Обстановка усложнилась тем, что идет сброс воды сериклинического водохранилища в России, в реку Жаек, в Павладарской, Карагандинской, Акмолинской, Кустанайской области, в Алутау и Абай. Обстановка стабильная. Там уровень воды в реках идет на спад и риска подтопления жилых домов уже нет. Тем не менее, последствия стихии были крупномасштабными, подчеркивает вице-министр ПЧС Бауржан Сыздыков. В 10 областях была объявлена 41 чрезвычайная ситуация местного масштаба. Сейчас в трех районах Абай и Павладарской области чрезвычайная ситуация уже сняты режимы. Из зон подтопления всего эвакуировали около 120 тысяч человек. Вице-министр отметил, что в ряде районов люди не хотели покидать свои дома и много времени приходилось тратить на переговоры. Все вопросы размещения людей решаются на месте. При необходимости им оказывается психологическая и медицинская помощь. На заседании премьер Улжас Бегтенов подчеркнул, что всем пострадавшим от стихии будет оказана вся необходимая помощь. Поручено продумать механизмы отсрочки выплат по кредитам. 11 тысяч семей уже получили помощь в размере 100 МРП. Дополнительно им выплатят еще по 150 МРП. Минэкологии поручено увеличить количество гидропостов. Нужно завершить техническую проверку потопленных домов и сооружений. А там, где вода уже ушла, поручено провести очистку и дезинфекцию. Если коротко о повестке заседания, то на этом у меня пока все. Коллеги, вам слово. Спасибо. Бутагост Базарбаева нас информирует из здания правительства. А мы продолжаем. Столичные водители жалуются на качество автодорог. С приходом весны проблема плохих дорог становится наиболее актуальной. Это ямы, кочки, выбоины, которые украшают даже центральные проспекты. Эксперты считают, что виной этому низкое качество строительных ремонтных работ. Проезжая часть бульвара Нуржол сегодня напоминает полосу препятствий. Ямы здесь – настоящее испытание для подвески авто. Столичные автовладельцы отмечают такая картина практически на всех улицах. Каждый год ремонт делает, но каждый год одно и то же. Везде ямы, кочки, вода. В районе Артема, например, то же самое. Дальше Симбина улица есть. Многие улицы здесь такие. Я сам приезжаю, с Каштава. Получше здесь столице, чем у нас в Каштаве. Дорога плохо. Невозможно ездить. Видите? Везде так яма. В городском Акимате успокаивают. Ремонтный сезон уже начался. В этом году планируют привести в порядок дороги на 50 улицах Астаны. Среди них проспекты Хабамбай-Батыра, Туран, улицы Сейфулина и Кунаева. Текущий ремонт проведут во дворах. Благоустроят тротуары, парковки и автобусные карманы. Гарантийный срок работ – три года. Подрядчики обязуются устранять дефекты, выявленные в этот период. А вот причиной их появления, по мнению чиновников, могут стать большегрузы и погода. Резкий перепад температур. Например, касаемо Астаны, весеннее время утром, дневное время плюсовая температура, ночное время минусовая. В связи с этим образуются дорожные дефекты. Также одной из причин является бесконтрольное движение большегрузных транспортных средств. Такие саракатоники, китайские цементовозы. Они непосредственно влияют на образование колейности на дорогах. Подрядные компании не оснащены лабораториями. Нет квалифицированных дорожников, считают эксперты. Не проверяется и качество самих стройматериалов. Отсюда короткий срок службы нового асфальта. Сейчас у нас специалистов дорожников осталось мало. Не только гражданских строителей нет. Водников совсем пропали. Но саракатоники тоже нет. Поэтому это проблема. И самое главное, у нас нет средней звена строителей. Автодоры. Каждый область. Тругая автодорка, установка автодора и так далее. По областям. У них были лаборатории. Они проверяли качество материальных ресурсов. Материалы, которые вложились на дороге. Такого сегодня нет. Средний ремонт в этом году проведут на 53 километрах городских дорог. Из местного бюджета на это выделили 15 миллиардов тенге. Это на 3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Потогос Базарбаева, Жан Дос Питабаров, 24КИЗ. Автоматизированными системами мониторинга атмосферного воздуха оснастили 8 промышленных предприятий Восточного Казахстана. На очереди еще три. Уже с июня заводы и теплоэлектростанции региона начнут работу в режиме онлайн. На трубах теперь есть датчики. И вся информация с них напрямую поступит на серверы Министерства экологии для принятия неотложных мер. В техническое переоснащение вложено больше 8 миллиардов коммерческих инвестиций. В частности, в Усть-Каменогорске за счет инноваций почти на 1000 тонн снизят выбросы диоксида серы. Здешний металлургический комплекс ежегодно загрязняет воздух 24 тысячами тонн вредных веществ. Еще 15 тысяч тонн добавляет главная городская ТЭЦ. Те, которые установили, они уже прошли все стадии монтажа, пусконаладочной. Все эти стадии прошли. Если какие-то превышения будут, она моментально будет передаваться уже. А вот в Гонконге ввели запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды. Рестораны, отели и магазины переходят на экологичные материалы. Ограничения вводят поэтапно. В рамках первого у предприятий будет 6 месяцев, чтобы адаптироваться к новым требованиям, заявляют местные власти. Штрафы за нарушения вводить пока не будут. Второй этап начнется в следующем году. Запретят еще больше пластиковых изделий, таких как скатерти и зубные нити. Всего специалисты по охране окружающей среды планируют проверить почти 40 тысяч предприятий. И немного о культуре. На большой сцене Астана-Опера прошел галобалет «Мечты сбываются». Балетная труппа не только исполнила яркие партии классического репертуара. Артисты балета получили возможность представить авторские номера. Как прошел вечер, расскажет подробно Тамир Избирял. Неуловимые испанские ритмы и даже мотивы кочевников. Театр Астана-Опера вновь представил вечер галобалета. «Мечты сбываются» — это не только вечная классика, но и премьерные авторские номера. Один из них — испанский танец «Панадерзе» знаменитого балета «Раймонда». Мне всегда очень нравились именно характерные партии. Особенно характерные, как испанские, цыганские, как я исполняла, такие жучьи. Хотя это, возможно, немного не по моей натуре, но мне очень нравится изучать, смотреть много видео, подстраивать свои взгляды, свои эмоции. Так как это испанский танец, нужно передать очень жучьи, страстные эмоции. А эти пленящие мотивы моментально сосредоточили все внимание зала. Захватывающий одновременно таинственный дуэтный номер — одна из премьер вечера. Хореографию ставил артист балета Айдан Халжан. В данном номере я использовал классические элементы, так и современную хореографию, и таким образом получился некий синтез. Номер, он более такой живой, на музыку Витория Монти Чардаша. Когда вот идея, она порождает вот результат, это очень такой большой процесс, очень интересный в то же время и тяжело, и в то же время интересно. Всплеск чувств, эмоций и атмосферу передали Жахсал Салкамбеков и Амина Кисимбаева. Зрители ожидали еще одна премьера вечера — Манкурт от Султамбека Гумара. Ранее представленный им номер «Рух» вошел в рейтинг самых ожидаемых представлений репертуара театра. В этот раз артист балета наполнил трагическую историческую постановку этническими элементами. Первые, но громкие начинания молодых артистов театра поддерживает художественный руководитель балетной труппы Алтнея Асламуратова, разрабатывая отдельные вечера голобалета. Все номера представлены публике на большой сцене, внедряя в репертуар театра все больше востребованных спектаклей. Добрый сбилял Канат Махмутов, 24КЗ.